Много людей пришло в мою жизнь, много людей ушло, но один настоящий друг со мною до сих пор. Однажды мы встретились, он заглянул мне в глаза, и я понял, что он все знает обо мне. Перед ним я был как раздетый. Сначала испугался. Мысль о том, что я недостоин этой дружбы, устрашила меня. Но когда я понял, что он принимает меня таким, какой я есть, страх развеялся. Настоящая дружба приносит уверенность и защищенность. Он протянул мне руку и сказал, пойдем. Я согласился, и мы пошли. Когда мне плохо, ему плохо тоже. Когда у меня скорбь, он горюет вместе со мной. Когда у меня успех, он искренне рад за меня. Он тот, кто способен плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Когда я вырываюсь из его объятий и ухожу, мое сердце ноет, и он тоскует. Ему без меня плохо, и мне без него тоже. Он умнее меня, он сильнее меня. Его верность всегда возвышается над моей неверностью. Он рассматривает меня не тем, кем я являюсь на сегодняшний день. Он меня рассматривает тем, кем я мог бы стать завтра. Это окрыляет и вдохновляет меня. Чем чаще я встречаюсь с ним, тем глубже и кардинальнее меняется мой характер. Понимая, настолько он терпим ко мне, я становлюсь таким же и к своим друзьям, и близким. Говоря о нем, я говорю о настоящей дружбе. Он знает несовершенство человеческой натуры. Он знает, что такое предательство, отречение и подлость. У него были разные друзья. Один из них, который любил его больше всех на свете, который клялся ему в верности, который говорил, что даже если все отрекутся, он никогда, но в ту роковую ночь, прямо в двух шагах, отрекся трижды. А когда их взгляды встретились, «Не дай Бог, врагу не пожелать того, что они пережили». Это сокрушительный удар. Но настоящая дружба, она способна выдержать даже и такое. Потом они встретились на берегу Галилейского моря. Настоящие друзья понимают, покрывают и прощают. А когда все зло мира обрушилось на него, он, будучи оставлен всеми и людьми, и Богом, пошел до конца. Он не сошел с креста. Он согласился висеть на гвоздях, чтобы доказать каждому человеку, живущим на этой планете, что он настоящий друг. Дружба требует цены, и он платил ее сполна. Я учусь у него. Моя мечта – быть хоть чуть-чуть похожим на него. Однажды он сказал, «Нету больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Любовь и дружба есть нечто целое, неразделимое. Любовь есть доказательство дружбы, а дружба есть манифестация любви. Наверное, в этом и сокрыт великий тайный смысл, секрет, что настоящие друзья – это те, кто любят, а те, кто любят – это настоящие друзья. Откуда бы я это мог все знать, не повстречав его однажды? ГРУЧИТ умНОВА обернение ? Продолжение следует...